Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в День Святой Троицы, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 37 по 52, и глава 8, стих 12. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. В последний день великий праздника, стояше Иисус из ваших глаголя, аще кто жаждет, да придет ко мне и пьет. Веруя в мя, як же рече Писание, реки от чрева Его истекут воды живы. Сие же рече Адусе Его же хотяху приимати верующие во имя Его. Не убобе Дух Святый, як и Иисус не убе прославлен. Мнося же от народа, слышавши слово глаголуху, сей есть воистину пророк. Друзи глаголуху, сей есть Христос. Ове же глаголуху, еда от Галилеи Христос приходит. Не писание ли рече, як и от семени Давидова, и от вифлеемские веси, и дежебе Давид Христос приидет. Раз прежи бысть в народе Его ради. Нецы же от них, хотя хуяти Его. Но никто же возложи нань руце. Приидоши же слуги ко архиереум и фарисеум, и реша им тии, почто не привидости Его. Отвещаше слуги, не коли же тако есть глаголул человек, як осей человек. Отвещаше уба им фарисеи, еда и вы прельщени бысти. Еда кто от князь веру вовонь или от фарисеи. Но народ сей, иже не весь закона, прокляти суть. Глаголы не кадим к ним, иже пришеды к нему ночью, единцы от них. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде, и разумеет, что творит. Отвещаше и рекоши ему, еда и ты от Галилеи еси, и испитай и вишть, яка пророк от Галилеи не приходит. Паки же им Иисус рече глаголя, аз есмь свет миру, ходя и по мне, не имать ходите в отме, но имать свет животный. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них духа святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народа, услышав сие слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его. Служители сказали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорил ему, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорит Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В последний великий день праздника Кущей при чтении закона и при совершении особых обрядов иудеи вспоминали все величайшие события народной жизни. Торжественным шествием они вступали в храм, что служило напоминанием вступления в землю обетованную. По окончании утренней жертвы в храме народ со священником шел из храма к Силаамскому источнику. Там священник наполнял золотой сосуд водой и при радостных криках толпы, при звуках в труп и кимвалов относил его в храм, восходя с ним к жертвеннику всесожжения, «Совершая жертву возлияния, священник выливал из сосуда воду». Этот обряд был установлен в воспоминании того события, как странствовавшие в безводной пустыне иудеи изнемогали от жажды. А Моисей по повелению Божию поднял руку, ударил жезлом своим в скалу и извлек из нее источник воды. Уподобляя каждого верующего в Него скале, источающий воду, Спаситель говорит об озарении верующих благодатью Святого Духа. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго». Всякий верующий во Христа сам станет источником благодати, которая будет утолять духовную жажду всех ищущих спасения. Свершилось же все это лишь после Вознесения Спасителя в день Пятидесятницы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, «С того времени вошел Дух Святой в мир, иной утешитель, кроме Господа Иисуса Христа, равносильный Ему, равнославный и соприсущный Ему и Богу Отцу». Иисус Христос, совершив дело спасения человеческого рода через свое воплощение и житие на земле, через свою проповедь, бесчисленные чудеса, благодеяния страждущим через страдания смерти и воскресения из мертвых вознесся на небеса к Отцу и вместо Себя послал от Отца Духа Бога, да устрояет Он дело спасения человеческого. Ибо три лица в Боге, единодушных и нераздельных, и каждая равно участвует в спасении человеческого рода. Одним из главных событий на празднике Кущей было воспоминание о том, как чудесный огненный стол посвящал в пустыне путь иудеям и привел их в землю обетованную. То был свет, руководивший одним только иудейским народом и направлявший его к лучшей, чем в Египте, земной жизни. Христос же пришел указать не одним иудеям, а всему миру путь к блаженству вечной жизни, а потому обратился к слушающим его людям со словами «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Александр Павлович Лобухин поясняет. Христос, называя Себя светом, хочет сказать этим не только то, что Он есть носитель божественной спасительной истины, но и то, что Он в силу Своего теснейшего единения с Отцом есть первоисточник всякого света в мире, что от Него идет не только истинное боговедение, но и зависит вся духовная жизнь человека, который иначе без Христа ходил бы в темноте. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что свет жизни исходит только от жизнеподательного источника Пресвятой Троицы. Лишь будучи послушными небесной мудрости Отца и Сына и Святого Духа, мы можем войти в славу Бога, уготованную любящим Его прежде создание мира. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok